Привет, ребята, опять! Привет, ребята, опять! Привет, ребята, опять! Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, это наше сегодняшнее итоговое видео за 2019 год. Сегодня мы будем с вами подводить итоги, как мои лайф-жизни, так и итоги канала, но во всём по порядку. И перед началом того, чтобы подводить итоги, надо, наверное, сделать лирическое отступление, сказать о том, что этот год, 2019, был действительно продуктивный, продуктивный как и на канале, так и в обычной жизни. Много дел успела сделать, и все, конечно, я не всегда делаю все дела, все цели, которые я себе ставлю на год, но, во всяком случае, намного продуктивнее, чем был 2018 год. Итак, давайте же подведём итоги, что я смогла сделать, закончить что-то купить в этом году в своей обычной лайф-жизни. Конечно же, все свои достижения я написала в такой блокнотике Dream and Explore, если в курсе, если в курсе. Начнём с того, что 2019 год начался с такого момента, как я первый раз гоняла в Питер. Да, мы тогда ездили с ребятами, у меня даже есть целый видос на канале, прикольный видос, долго монтировала его тогда. Дальше надо отметить тот факт, что я разбила камеру, ту камеру, которую покупала Canon M100, потом я её отдала первый раз на ремонт, где мне её не починили до конца, затем, вот сейчас я её отдала во второй раз на ремонт, но вот я не знаю, к выходу этого видео её починить всё-таки или нет. Также в этом году я начала ещё более углублённо изучать вопрос Зервеста, в принципе, природы, экологии, как человек влияет своими поступками на нашу экосистему, что по итогу выделилось в то, что я стала человеком эко-френдли, запустила свой такой мини-магазинчик, которым я сейчас до сих пор не занимаюсь, как я хотела, но потому что мировоззрение поменялось, тем, что я хотела заниматься в начале года, это для меня сейчас не на первом плане. Об этом чуть позже я расскажу, в принципе, экология, как моя жизнь связана с этим направлением. Да, планирую в будущем также освещать экологические вопросы у себя на канале, то есть чтобы мы как-то были с вами не только, вот мы играем на укулеле и всё, и когда-то там редко моменты жизни уходят. Нет, чтобы вы подписывались на мой канал не потому, что я разбираю песни, а потому что я интересна как персонаж, то есть подписывались на персонаж, а не на какую-то рубрику. Надеюсь, это у меня получится. Нужно учесть тот факт, что я в этом году закончила колледж. Закончила колледж аж с красным дипломом, который мне, в принципе, ничего толком не даёт, что он красный, что он синий был бы. Но я закончила колледж, да, кто не знает, мне 20 лет. Вся эта первоначальная поездка в Питер влилась в то, что я переехала, собственно, в этот Питер, я сейчас живу в Питере. Погода бомбезная. Вот сейчас, когда я записываю, показывает 0 градусов. В моём родном городе, это набережные Челны, мама говорит, что там очень холодно и морозно, минус 13 градусов. Но тут я хожу в пальто без подъёмок. Да, в принципе, про переезд Питера, ожидания, реальности, я тоже запишу отдельно. Поделюсь таким своим опытом, что вот, Даречка переехала в Питер. Но, надеюсь, вам будет это интересно послушать, потому что на вашем бы месте, если бы я была зрительницей этого видео про Питера, то мне было бы, по крайней мере, интересно послушать, что вот она глаголит. После того, как я переехала в Питер, я устроилась на настоящую работу, я успела поработать фандрайзером. Это человек, который представляет какой-то фонд благотворительный и ищет людей, которые могут помогать этому фонду материально. Об этом я тоже буду рассказывать всё отдельно. В принципе, я успела поработать, всё это, плюсы и минусы такой работы. Вот, ну и, к сожалению, наверное, это пока повлияло на мою эко-работу. Я сталкивалась с теми людьми, которые очень агрессивно, негативно относятся, в принципе, ой, чё, экология, да у нас всё нормально. Ну, по итогу сейчас, пока я не хочу заниматься этим направлением, немножко перегорело. Поэтому вы, наверное, видели, что у меня все видосы на укулили тематику. Из-за этого произошли, потому что я не хочу пока заниматься экологическим направлением. Но я думаю, что я восстанавливаю свои моральные силы и продолжу звучать. Не стоит забывать, что Даречка стала самостоятельной дамой. Ну, как самостоятельно, да? Переехала же, типа, одна от родителей. О чём обычно мечтают взрослые люди? Купить там машину, квартиру, съездить на отдых, там, не знаю, в Эмираты, на Мальдивы. Что делаю я в этом году? Я купила себе самокат. Долго думала. Мечтала о нём. У меня был в детстве самокат. Я так как-то, блин, я так хочу себе самокат. Я не знаю, зачем, но я просто хочу. Это так прикольно. Потом, когда я переехала в Питер, поняла, что тут все ездят на самокатах. Реально, очень много людей. И маленькие, и взрослые, и школьники. Все ездят на самокатах. Я такая, я тоже себе хочу. Почему бы и нет? Я купила себе первую зарплату, которая была фан-райзером. Самокат. И что вы понимали, с такой погодой я могу даже сейчас кататься, потому что снега нет. А ещё, самый, наверное, потрясающий для моего сердечка момент, я завела хомячков. Прикол в том, что мы с Сашей завели по хомяку, и там у нас было бы два хомяка. Но оказалось, что там такая история, что у нас оказалось их не два, а восемь. Вот. Ну, по итогу мы нескольких отдали. И сейчас, на данный момент, живёт у нас четыре хомяка, которые воняют, но они такие потрясающие, такие милые, такие хорошие, обожаю животных. Друзья, с которыми я живу, всегда прикалываются, что я стала из разряда еж-мать, что постоянно говорю, вот это мой хомячок, это мой хомячок. Поиграй с Джорджиком. Вот такие изменения произошли у меня в плане моей жизни. А, ну да, ну я ещё поступила учиться на вышку. Далее идут у меня по списочку итоги года, касаемо канала. Начнём с того, что за весь год я успела выпустить 39 роликов. Вы только представьте, 39 роликов, стоит заметить, что среди них это 8 видосов, которые я успела выпустить в декабре. 8 видосов с декабрь, это капец как много. То есть два раза в неделю видосы выходили. И стоит учесть тот факт, что я сдержала своё слово. Наконец-таки, ура! Я каждый раз на месяц составляю просто график, что должно выйти, как на что. И у меня всегда не получалось. Я год что-то там пыталась, трукалась, трукалась. Типа, вот у меня план, вот это должно выйти. В этих числах, в этих датах я снимаю. Тут я монтирую, тут я выпускаю. Такое у меня никогда не получалось. Но в этот месяц я собралась с мыслями, что дарят давай. Я знаю, что многие не успели посмотреть, ввиду того, что экзамены, учёба, ещё какие-то дела. И прекрасно понимаю, что не все посмотрели. Поэтому на каникулах новогодних обязательно посмотрите эти видео. Потому что я старалась и снимала их специально для вас. Также этот год был очень продуктивный для моего канала. Потому что, внимание, вот сейчас внимание. За весь год подписалось 20 тысяч человек на мой канал. Для кого-то это может показаться, типа, ну, это... Не так много, но если вдуматься, что 20 тысяч людей... Тысяч! Не 20 человек, 20 тысяч людей подписались на мой канал, Чтобы смотреть за разборами, смотреть за, в принципе, экзамены такая. Но я действительно очень рада, что такой скачок произошёл. Чтобы вы понимали, в начале года я ставила себе планку сначала 15 тысяч за весь год собрать. Потом она повысилась до 20. Потом она повысилась до 25. И сейчас она 30-ку. Блин! И это так круто осознавать, что моя работа даёт какие-то плоды. Даёт фидбэк. То, что вы пишете комментарии. То, что говорите, да, спасибо большое, что дарь ты... Появилась у неё в рекомендациях. Я всё поняла, такую сложную тему объяснила, там, теорию. Да, круто же! Блин, это потрясающе! Спасибо большое, что остаётесь со мной. Я надеюсь, вы останетесь на долгое время на моём канале. Также стоит отметить, что как итог года у нас появилась какая-то локация, своя мини-студия. Потому что на протяжении всего ютубовского пути я снимала... Ну, вы видели, какой у меня был задний фон. Вы видели, какой у меня был свет. Да, чтобы вы понимали, я купила себе свет. Раскошелилась, наконец-таки! Жаба душила, правда. Думала, блин, зачем мне этот свет? Нормально, наконец-таки, освещение, не где-то сидеть в подвале. Как обычно были мои видосы. Если брать, касаемо контентную часть канала, то два видоса смогли стать лидерами просмотров. То есть они набрали 150 тысяч. Я понимаю, для кого-то это небольшая сумма. Но если опять же вдумать, 150 тысяч раз посмотрели этот видос, это просто обалденно! Также, вот я безумно горжусь тем, что, во-первых, я закончила учиться на Учителя Музыки. Всем говорю, что я закончила учиться на Учителя Музыки. А чё, я чё, зря училась? Начала изучать теорию на своём канале. То есть учить вас, наконец-таки, теорией. Чем просто играть там три блатных аккорда, всё, я умею играть на Укуреле. Нет, так это не работает. В планах у меня прям колоссальная работа. Потому что раньше мои разборы на Укуреле основывались только разбор песни, и всё. Теперь стала уже теория. Стоит понимать, что на Ютьюбе у нас не так много людей, которые, во-первых, играют на Укуреле. Во-вторых, учат именно теории на Укуреле. Поэтому для меня очень сильно ценно, что я начала не только делать разборы песен, но и также обучать вас теории. То есть музыкальная теория, теории для Укуреле. В принципе, теории, которые вам понадобятся в дальнейшем. В следующем году ещё больше её будет, ещё больше теории, ещё больше какие-то фишечки, плюшечки вас буду обучать. Разборы на песни куда не уходят, всё нормально. Ну а также вас буду учить играть побольше табами. То есть всякие песенки и мелодии будем играть, конечно, табами. На одних аккордах далеко не уедешь. Нужно ещё уметь играть вот такими пальчиками. В блоке новогодних песен я уже это не начала делать. То есть четыре разбора новогодней тематики, они были все по табам. Это прям хорошо. Это прям отлично. Это что касаемо, конечно, канала. Что теперь планы на будущее? Что мы с вами будем делать? Про теорию я уже сказала. Также у меня есть в планах заниматься укулеле не только онлайн и оффлайн. Может какие-то мастер-классы проводить, может стать преподавательницей по укулеле. Если надо, то пишите. Возьму вас. То есть нести укулеле в массы не только касаемо канала. Может там, я не знаю, какие-нибудь там значки, стикеры, что-нибудь такое замутить. Касаемо связано тематикой, касаемо связано с укулеле. Чтобы когда люди слышали слово укулеле, такие, Блин, да, я знаю, есть девчонка, которая делает разборы на укулеле, это кирпич, это вот этого Даша, Даша. Во-во-во, да? Вот чтобы так люди реагировали, я этого и добиваюсь. Также у меня в планах модернизировать немножко моменты жизни. Я понимаю, что не все смотрят эти моменты жизни, но они для меня ценны. Мне такой формат нравится, значит, я и буду его делать продолжать. А что касаемо, в чем модернизация-то? Он у меня выходит как-то непонятно, с периодичностью. Заметили, да, что так, что так. Время уже прошло, материал какой-то вышел только через год. Так вот, я планирую сделать пару видосов неизнанных моментов жизни и сделать какое-то расписание касаемо момента жизни. То есть, допустим, раз в месяц выходит большой ролик за этот месяц, допустим, моменты жизни, февраль. И все моменты за февраль будут в этом ролике. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, в принципе, такой будет формат. Вычастливо это смотреть. Чтобы вы понимали, что такое моменты жизни. Моя цель, моя идея была в том, что этот формат как сериал. Каждая серия, она не зависит от предыдущего, но и смысловая основа остается та же самая. И вот такой вот план работы на будущий год. Спасибо большое, что вы были вместе со мной на протяжении 19-го года. Что поддерживали меня, смотрели видосики, писали мне комментарии. Обожаю, когда пишите комментарии. Серьезно, пишите побольше. Что хочу вам пожелать? Будьте здоровы, живите богато, гармония вам по жизни. Ну и, конечно, занимайтесь тем делом, чем вы хотите заниматься. Какие планы на новогодние каникулы? Я уже к родителям на две недели в набережной Челны кушать мамину вкусную еду и встречаться с друзьями и подругами. Отдохнуть, релакснуть, да, вот это вот мое любимое. Поэтому разборчиков будет не так много. Наверное, всего пару штук. Можете также написать в комментариях, что разобрать. Я, между прочим, чтобы вы понимали, когда вы пишете какой-то разбор, я все пишу вот сюда. Сейчас я вам покажу даже вот это вот. Вот, вот видео про укулеле. Тут все расписано. Еще здесь все расписано. Я это все пишу. Поэтому пишите, тоже что разобрать. Запишу, посмотрю, какой сейчас более актуальный. И напишу разбор. Смотрите мои видосики. Отдыхайте. Набирайте сил. Ну а весь этот год была с вами я, Линдаричка. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok